15 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей – целую россыпь взяли староскольские артисты ансамбля спортивного бального танца «Дуэт ДК Комсомолец» на кубке по артистическому танцу. Выступали наши танцоры в номинациях соло, дуэты, шоу «Латино» и синхрон «Латино». О красоте латиноамериканского танца, победах и тоске по комсомольцу в нашем следующем материале. Самбо, чичича, румбо, пасадобли, джай – танцы латинской программы чувственные и энергичные. Всё от техники движения до ярких костюмов и выразительного макияжа притягивает восторженные взгляды зрителей. 9-летняя Даша Тихонова в ансамбль «Дуэт» пришла 4 года назад вслед за старшим братом. Также в спортивных бальных танцах оказалась и Вика Жаркова. Здесь занимались её двоюродные сёстры. Теперь девчонки выступают в дуэте и соло на крупных турнирах. Танцевать на Кубке в Москве, признаются юные танцовщицы, было совсем не страшно. Я немного волновалась, но была уверена в своих силах, потому что уже не первый раз танцую, уже знаю, что это такое. А скольчанки Дарья Титюшина и Виктория Плетнёва в дуэт пришли 10 лет назад и сразу подружились. За эти годы девушки станцевали в паре не одну сотню номеров, но у каждой есть свой фаворит. Мой любимый танец – это самбо. Он мне нравится движениями, ритмами и так далее. Мне нравится танец джайв, потому что он энергичный, там можно выложиться на всё и показать себя. Выступления на Кубке по артистическому танцу длились с 8 утра до 11 вечера. Всё это время, несмотря на усталость, ребята держали себя в форме. Каждый номер нужно было исполнить идеально. И наши танцоры с задачей успешно справились. Из Москвы они привезли 15 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых медалей и сам кубок. Я считаю, что это очень достойно, очень хорошо. Я рада за то, что дети так выложились. Это не просто 15 первых мест, это большая отдача. Отдача каждого ребёнка для того, чтобы получить более высокое место на турнире. Занимаются победители в неприспособленном помещении бывшей комнаты школьника в жилом доме на Макаренко-1. Вместо паркета, необходимого для танцев – линолеум. Здесь же костюмерная и гримерка. Часть помещения перегораживает колонна. ДК «Комсомолец» закрыли на реконструкцию 7 лет назад. Тогда в ансамбле «Дуэт» занимались более 100 мальчишек и девчонок. Сейчас под крылом Елены Любарской и Андрея Иванова осталось всего 15 воспитанников. Здесь можно заниматься, можно. Посмотрите, освещение слегка темноватое. С другой стороны, 50 шагов, он в ту сторону. И там, можно сказать, новый дворец культуры молодёжной. Кто сюда придёт заниматься? Если кто придёт, то они туда пойдут, а не сюда. Поэтому без дворца культуры мы здесь работаем, выживаем. Ко мне постоянно подходят родители, спрашивают, что там «Комсомолец». Буквально сегодня у меня тоже такой же вопрос был одним из родителей задан. А что там слышно про «Комсомолец». Поэтому мне ничего не слышно. Мне обидно, что нас из такого хорошего помещения нас заставили переселиться вот на такие маленькие площадки, вот вы сейчас находитесь в ней, не очень-то удобные и устроенные для того рода деятельности, которыми мы занимаемся. На завершение ремонта комсомольца коллектив уже особо не надеется, но продолжает наперекор условиям покорять вершины танцевальных турниров. Уже через два дня Староскольский ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» выступит на Кубке Олимпа 2024 в Воронеже. Анастасия Прогурзин, Александр Царин, Елизавета Очкасова, 9 канал.